Слушайте доктора. Которые собирают статистику, действительно в ближайшие годы, в ближайшие лет 5, вы сказали, 5-10 лет, не останется на планете Земля ни одной семьи, где не будет онкологии. Везде такая ситуация, это общемировая тенденция, правильно я говорю? Да. Я шла в интернет и вижу, какое огромное количество сейчас публикаций разных, их надо верифицировать, конечно, надо выяснять, истинная или фейк это, какое количество в последнее время публикаций появилось, которые говорят о том, что рак – это генетическое заболевание наследственное. Что говорят сейчас об этом исследователи и наука, Гульнар? Ну, это вообще-то не секрет, что на самом деле есть раки, которые наследуются. И, допустим, сейчас мы в своей клинике предлагаем пациентам пройти обследование генетическое на предрасположенность к раку. Если, допустим, ко мне приходит на приём женщина, как к онкологу, к мамологу, и просит, чтобы я ей дала заключение о возможности разрешения ЭКО, если мы узнаём… ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение. ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение. Там самая опасная вещь – это стимуляция, где вот как раз опасный момент по онкологии. И если женщина мне говорит, что у её мамы, тётушки, у её бабушки по материнской линии были раки молочной железы, то я здесь как бы продлю приём, я сделаю всё, чтобы донести до пациента опасность делать ЭКО вот с такой генетикой. И, как правило, мы посылаем таких женщин на вот этот БРК, который Анжелина Джоли сделала. Это когда удаляется превентивная молочная железа? Нет, 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 это генетику. А проверить генетические предрасположенности. Да, да, да. И сейчас это где-то краткий тест, стоит 3,600 всего. Это настолько как бы доступно. Было дороже раньше. Расшири на 23. А вот 3,500 – это краткий, но его как бы основные он даст. Мы сейчас про сумму говорим, что примерно сейчас стоит столько генетиков. Да, могут слушать и сказать, о, это так дорого. Но на самом деле это приемлемые вещи есть. Также есть колоректальный рак, который тоже наследуется. Подождите, давайте мы, подождите, сейчас вот нужно остановиться, немножечко все-таки про это тогда поговорить. Мы вообще, надо сказать, с Гульнарой Шахвалиной сегодня договорились, что мы будем такие лайфхаки, извините за это модное, но оно абсолютно правильное слово, по онкологии давать. Так вот, что касается экстракорпорального оплодотворения, то эта процедура стала доступной. Ею достаточно, для кого как, да? Вы считаете, что чрезмерно, а для кого-то кажется, что это последний шанс. Нас в 2004 году учили, что больше трех стимуляций нельзя делать. А, ну вот это вот все, тогда это понятно. А сейчас пациенты приходят и говорят, седьмая стимуляция, девятая стимуляция. Да, с этой точки зрения, да. С этой точки зрения, безусловно, вот мы сейчас хотим сказать, что экстракорпоральное оплодотворение включает в себя несколько этапов. И одним из этапов является стимуляция, сказали вы, Гульнар. Что это такое и почему это опасно при предрасположенности генетической к раку? Потому что, когда происходит стимуляция яичников, эти яичники начинают бешено-бешено продуцировать фолликулы. То есть вместо одного фолликула в месяц у женщины может 5-10 фолликулов созреть. Гормональный фон меняется. Да, и на этом фоне получается, а каждый этот фолликул будет выделять эстрогены. У нас вообще в России делают только Е2, вот эстроген, а есть еще Е4, Е16. И, кстати, вот тоже, почему у нас это не делается, я не понимаю, потому что мы могли бы настолько рано ставить раки и предрасположенности, если бы были эти анализы у нас в России, а они только в научно-исследовательских институтах идут. Так вот, мы же не знаем, допустим, даже пусть раза в 4-5 эстрадиол начинает зашкаливать. А матка, она имеет, в общем-то, определенное количество рецепторов, на которые она может как ключ к замку отреагировать на эстрадиол. А все остальное в свободном доступе в крови ходит. И так природой заложено, что эстрадиол будет искать, куда ему как ключ к замку войти. Остается, что, естественно, молочная железа. И вот почему у нас начинаются эти гиперплазии, фиброденомы и, к сожалению, раки молочной железы, потому что бешеное количество эстрогенов, да. Но мы не знаем в этом эстрогене как бы соотношение Е4, Е16 и Е2. И вот здесь вот момент такой страшный. И вы просто видите, как бы как онкологу, и вот в свое время в 2011 году мы видели, вот когда ты по онкологии проходишь обучение, или вот даже по ЭКО нас учили в 2004 году, нам показывали пациентов с 4-й стадии рака к выходу 9-го месяца беременности. То есть это настолько опасные вещи. И как-то, знаете, вот после таких вещей, когда ты смотришь, ну, я, например, все время всегда говорю на приеме, что если вы хотя бы раз ЭКО сделали, или раз в жизни сделали фармацевтический аборт, раз в полгода надо делать УЗИ молочной железы на экспертном оборудовании, и раз в два года маммографию на цифровом маммографе. То есть вот это на пожизненном будет потом. У нас в Кировской области эти все анализы доступны. Мы имеем в виду сейчас и первое, о чем мы говорим, генетический анализ. Да, можно. Через Москву мы делаем это. Через Москву делаем. Ну, у нас как бы забор крови происходит, конечно, это в Москве. Это в Москве все-таки делается. Тем не менее доступно. Сдать, прийти и потом получить по электронной почте. По электронной почте. А что касается исследования молочной железы, то все приборы профессиональные, о которых вы говорите, у нас есть. Ну, экспертные есть и в той, и в этой клинике. И я здесь, на самом деле, так как уже давно с молочной железой работаю, и если идут хоть какие-то подозрения, мы в четыре глаза смотрим на эту опухоль, и такого человека мы... Даже вот подозрения какие-то, что-то нам чуть-чуть не нравится, мы этого пациента уже не отпустим. И мы будем мониторить, мониторить, мониторить и, в общем-то, смотреть. Да, напоминаю, что клиника возрождения находится в городе Кирове. Одна из них на улице Преображенской, 82, дробь 1, а вторая на Комсомольской, 63. И у нас в гостях главный врач клиники Гульнара Касимова. Врач, онколог, гинеколог. И мы сегодня даем лайфхаки по онкологии. Итак, мы заговорили про генетическую предрасположенность, поговорили о женских болезнях. Ну, рак груди самый яркий, наверное, потому что женщины первые об этом стали заявлять открыто, делать такие камин-ауты, пока рассказывать свои истории. Сейчас, на самом деле, очень многие люди, благодаря Ютубу, интернету, распространяют информацию достаточно полезную для того, чтобы внимательно сноситься к своему здоровью. Целые истории своей болезни там ведут. Вы заговорили про генетическую предрасположенность. Ещё какие ярко выраженные образцы вот такого генетической, наследственной предрасположенности в раках мы видим? Семейный полипоз кишечника. Сто процентов практически. Ну, так и называют? Семейный полипоз кишечника. Что это такое? Когда из поколения в поколение идут полипы в желудке, в толстом кишечнике. И, к сожалению, буквально месяц назад мы разговаривали с пациенткой. И вот как раз мы говорим, молодой человек, ему всего 32 года, четвёртая стадия рака по вот этому как раз семейному полипозу. И здесь только можно развести руками, потому что, в принципе, он делал каждый год ФГДС, но это его не спасло, к сожалению. Потому что есть виды рака крайне агрессивные, которые быстро возникают и быстро распространяются. Поэтому? Может быть, из-за этого, но здесь надо разбираться с историей. Просто дело в том, что он был предупреждён, может быть, несовершенство техники, несовершенство оператора за техникой. То есть, может быть. Потому что осмотр должен быть очень тщательным, хорошим. Это очень важно. Оборудование и человек, который сидит за этим оборудованием. Оператор. У нас вся проблема в этом. Мы с вами говорили о такой штуке, как реликтовый ген до эфира. Что это такое? Вы решили сейчас, да. Ну ладно. Я решила сейчас. Раз уж мы про генок заговорили, да. Он меня мучает. Ну, смотрите. Я эту тему с 2016 года знаю. И я монографию читала этого учёного. И, может быть, кому-то и слушателям, если интересно. Это резник Борис Фёдорович. Микробиолог. Учёный. Он уже сейчас умер, к сожалению, в 2017 году. Но он до конца жизни, в общем-то, продвигал эту идею. И, к сожалению, не был услышан нашими достопочтенными онкологами. Но, наверное, не туда обращался. Вот сейчас Институт иммунопрофилактики пытается с этим заниматься. Но на самом деле появилась публикация такая, которая прошла, знаете, очень так это вскользь. Я поняла, что, как бы, если ты не знаешь и не в теме, то ты не поймёшь, что ты прочитал. Австралия. Учёный, наверное, китайского или японского там происхождения, потому что там фотографии этого учёного. Что они сделали? Они взяли вирус кривой Успы. И, в общем-то, поиздевавшись над ним вдоволь, а там надо именно так, они выявили вот этот реликтовый ген и изобрели, в общем-то, ну, как бы вакцину к этому реликтовому гену, вот этого вируса. Но смысл в том, что реликтовый ген – это то, что объединяет все живые существа, начиная с инфузории туфельки и заканчивая человеком. И вот за счёт этого лекарственного препарата можно вообще профилактировать, в первую очередь, и вылечивать раки. И об этом было известно, но её как бы называли иммунопрофилактикой, немножко, как бы, наверное, не очень правильно. Так вот, когда Борис Фёдорович делал это всё исследование, он брал, это вообще, кстати, случайно, как всегда в науке, исследование, открытия, все случайные, все, и как ганиман, гомеопатию открыли, всё случайно. Он работал в степях Казахстана в 60-70-е годы, была правительственная такая программа, нужно было вакцину при бруцеллезе. Это очень серьёзное заболевание у коров, и доярки заражаются этим. И вот они там прямо вот в палатках жили, и они, в общем-то, также точно в своё время издевались над вот этой бактерией бруцеллы. И там её доводят до различных форм. И чтобы изобрести вакцину, нужно ослабить эту бактерию, сильно ослабить. И вот они смогли ослабить её до такой степени, что они её вот в ту пресловутую L-форму ввели. И вот почему сейчас вот про этот реликтовый ген стали говорить, ну что-то вот из этой серии. И когда они стали... А они просто проводили опыты на мышах, как вакцина, да? И они заметили, что у мышей уходит опухоль. Когда они ввели вот с определённого L-форм, когда они эту вакцину на L-формах сделали, у мышей стали уходить опухоли. И они дальше-дальше-дальше начали делать. И на самом деле впервые этот учёный ввёл себе эту вакцину в 97-м году ещё. Но вот до слёз обидно, что он не достучался до наших. Потому что, представляете, что это было бы у нас уже давно. И производство его наидешевшее. А сейчас существуют какие-то препараты? Нет. То есть это всё ещё уровень исследований пока и замороженных исследований? Да, он доклинических ещё испытаний даже... Ему не дали даже на доклинических это сделать. Это был 1997 год. Седьмой год. И его шарлатаном призывали и всё остальное. А сейчас почему снова о нём заговорили? А потому что наука продвинулась вперёд. И он просто был, скорее всего, очень серьёзным пионером в этой области. И то, что сейчас... Знаете как? Это когда науки, несколько лабораторий повторяют одни и те же моменты. Просто, знаете, очень жалко, что это всё придёт опять у нас из других стран. И Нобелевскую премию дадут не нашему учёному посмертно, а дадут кому-то другому. Но, кстати, вот этот же учёный говорил, что с вирусами не стоит делать вот такие моменты, потому что он очень изменчив. Лучше реликтовый ген на бактерии делать, как вот они выбирали. У него же это всё есть. Я не знаю, насколько монография доступна в интернете, но она, допустим, даже есть у меня эта монография. Я сейчас очень поверхностно попыталась в поисковике посмотреть, пока он мне ничего не выдаёт интернет. Но это интересная история для изучения, конечно же. Я видела, просто мне посылали снимки люди, которые при меланоме вводили под меланому вот эту вакцину. И в течение полугода мне высылали снимки. То есть она существовала, пока он жив был. И представляете, вот я бы глазам своим не поверила, да. Но, кстати, посылал-то мне врач. И, знаете, вот как будто бы вот эта меланома, она поднялась почему-то, то есть она была на уровне кожи, она поднялась, поднялась, как грибочек, она высохла и отпала. Вот знаете, вот я тогда, как говорят люди, испытывают культурный шок, я испытала научный шок, когда я это увидела. Но пока мы не понимаем, где эти разработки существуют сейчас. Сейчас будет пытаться институт иммунопрофилактики заниматься. Но уж могут ли они. Они потому что говорили, что они много лет пытались достичь этого реликтового гена, добить эту бактерию до... Они знали об этом, но не смогли. Вот пока этому вот товарищу австралийскому учёному удалось на вирусе сделать. Но ведь это всё было. Вот знаете, обидно, это всё было. То есть сейчас австралийская наука в этом смысле подняла флаг. И идёт вперёд. Ну да, ну знаете, вот смешно говорю, это же вот эта статья прошла как-то... Её даже на телевидении нигде. То есть люди не поняли пока, что это такое. Кто вот не знает, он не понимает, что это такое. И не забывайте, фармацевтический бизнес, бизнес-химия препаратов, которые миллиардами, миллиардами приносят прибыль, да, там моноклональные антитела и всё остальное. Но они ведь, это как, мы бы давно там уже не на бензине ездили, да? Это из этой серии. Да, кулинар Шахвалин. Но пока нам это недоступно, мы можем только следить за тем, как идут исследования. Хотя видим, что каждый год, слава богу, учёные что-то открывают, что помогают фиксировать, находить, фиксировать и лечить раки. И рак груди вовремя пойманный практически на 90% излечивается у пациенток, если не больше на первых стадиях. Если формула иммуногистохимии позволяет. Да, но если смотреть по статистике, по сути, вот когда на первой стадии... Два раза увеличение продолжительности жизни последних годов. Да, конечно, там хорошее очень достижение. Поэтому мы сейчас продолжим с вами в качестве лайфхаков нашу историю и пройдёмся по самым распространённым ракам в Российской Федерации. Начнём с мужчин. У мужчин самый распространённый рак лёгких и простаты. Был всегда рак лёгких, но вот в последние годы вот прямо ноздря в ноздрю идёт рак простаты. Но по раку простаты могу сразу сказать. Одна из самых благоприятных опухолей гормонозависимых, которые можно тянуть десятилетиями на уколах специальных, да, и люди живут и работают, и даже с четвёртой стадии, с метастазами, они будут жить, работать, и всё будет замечательно. Очень благоприятный рак. Но вот рак лёгкого-то нет. И вот знаете, здесь ошибочка какая? Вот тоже из этих вот. Если вы уж как бы переживаете за свои лёгкие, да, или у вас частые бронхопневмонии бывают, как, в принципе, основа, да, вот для развития таких заболеваний, то ни ККФ делать, ни флюорографию надо делать, а обширную рентгенографию лёгких и на цифровом аппарате. Вот тогда опухоль небольших размеров можно будет очень рано зафиксировать. А у нас в основном диспансеризация идёт на флюшках и, конечно, пропускается. А флюшки вообще они что показывают? Ну, такую туберкулёз покажут. Ну, такую большую уже патологию покажут. Всё-таки на расширенной рентгенографии лёгких, да ещё на цифровике, ну, вот я это сужу по маммографии, кстати, по маммографии тоже смысл делать маммографию на старых аппаратах, вот там настолько всё, вот я не знаю, бедные рентгенологи, как они чего вообще там видят и ставят. Но вот когда приносят снимки цифровые, ну, там вообще песня просто, как это всё видно хорошо. Давайте тогда разберёмся, где у нас есть цифровые маммографы и где у нас есть цифровые аппараты для расширенной рентгенографии лёгких. Ну, нам ближе просто посылать на Юрлова, седьмая, кажется, больница. То есть в наших больницах есть, в онкоцентре есть. Ну, да, да, то есть есть бесплатно, то есть вот мне же надо посылать на маммографию, я просто всегда вот этот как бы пунктик, я даже смотрю по милизивер там сколько, там в 10 раз ведь меньше по милизивер там облучение идёт. Вот, но качество, качество, идеально просто качество, и просто даже если ты не рентгенолог, ты видишь эту опухоль, ты видишь эти проблемы. Вот, поэтому, ну, вот мы посылаем сюда, но они есть, они есть, но надо уточнять. Вот тоже опять-таки просто не все понимают это, надо просто уточнять, где это. Да, и надо сказать, что вот ещё раз напомнить, вы уже об этом говорили, что данные ваши вам на диске или в электронном виде могут скинуть, и вы можете... Ну, мне, конечно, нравится плёнка, потому что, да, можно на этом, но как бы я, наверное, вот такой консерватор, я люблю подержать её плёночку, посмотреть. Там всё выдают, плёнку выдают, диск выдают, если попросишь. Нет, 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 вот в семёрке не выдают, в лайте выдают. Вот в лайте есть тоже, да. То есть, ну да, то есть, заполнительную заплату, снимки можно получить. Но диск в электронной версии выдают точно. Да, но это нет, это дают. И это можно использовать, да, для того, чтобы несколько раз у разных врачей перепроверить. Да, да, это очень важно. И это очень важно. Просто, конечно, вот так, когда на свету смотришь, держишь её, так это всё видно. Ну, как-то это всё заходить. Ну, тут я не знаю, я не врач, я не знаю, это нормально, ненормально в современном мире, или потому что... Я не очень люблю на приёме работать с компьютерами, но нас тоже обяжут все частные клиники к концу 2021 года поставить компьютеры, потому что как-то хочется врачом работать, а не оператором. Понятно, компьютерной техники. Да, да, да. Да. И так очень важно пройти вот эти исследования. Мы ещё с вами хотели поговорить о шейке матки и о яичниках. Ну, здесь, смотрите, вот, допустим, ко мне приходит женщина, и она... Ну, я вижу, что с настороженностью по онкологии, и вообще канцерофобия, есть такой момент, и, ну, к сожалению, я думаю, что и врачи этим страдают, и просто они, ну, в силу своего вот этого образования не могут это говорить всем, но внутренние переживания есть. И вот приходит женщина, что я могу ей сразу сказать? Вот она приходит-то просто на приём гинеколога, но я никогда не поленюсь её спросить, это прямо вот заведено у меня, когда был последний мазок по онкоцитологии? И всегда впишу его, раз в год. Второй вопрос, когда вы в последний раз смотрели молочную железу? И обязательно запишу. А процентов 60-70 мне говорят, что они не смотрели вообще молочную железу никогда. Вот, дорогие мои слушатели, с 30 лет УЗИ молочной железы до 45 лет каждый год. Онкоцитологию мы делаем, когда девочка начала уже жить половой жизнью, потому что и существуют вирусы папилломы человека, и за 4-6 месяцев я это и наблюдала за своими пациентами. Развивается первая стадия рака, если это очень, ну, так вот бывает, не везёт некоторым людям. Поэтому надо брать онкоцитологию. Вот начали в 20 лет жить, 20 лет и берём онкоцитологию. УЗИ малого таза. Понятно, что до 30 лет мы делаем это, когда есть показания, боли, там, задержки и всё остальное. Но с 30 лет, даже если нет показаний, я, например, всегда как бы прошу, чтобы сделали. Почему? Потому что где-то с 30 лет мы можем начинать фиксировать первое появление миоматозных узлов, чтобы потом не ходить и не хвататься, как у меня вот сейчас 41 год женщина, не рожавшая женщина, с напичканными субсирозными там всеми узлами, с огромными по 10 сантиметров эндометриоидными кистами. И человеку ни разу не сделали УЗИ. Это жительница города Кирова, и она ходила в женскую консультацию. Вот. И сейчас идёт речь-то о том, что там полная экстерпация. Что это такое? Полное удаление, потому что там ещё полип цервикального было. То есть ей будут удалять яичники, потому что их уже там нет, там эндометриоидные кисты. Они могут порваться в любой момент по 10 сантиметров. И там огромных размеров матка. Всё, человеку 41 год, она не родила. Там диагноз был не поставлен, почему она не родила. Ну, в общем, катастрофа просто. Поэтому вот я тоже как бы удивлялась на той неделе. Я много раз переспрашивала, ну как? Ну ни разу, ни разу не было УЗИ малого таза. То есть не было. Ну не было. Есть такие в городе Кирове у нас. И это не от пациента зависит. И поэтому, вот смотрите, мы ведь… Вот, и получается, если мы УЗИ малого таза делаем, мы яичники-то видим с вами, опухоль-то. Если там дермоид, фиброма какая-то, ага, что-то там не понравилось. И опять один из лайфхаков. Всё-таки я люблю смотреть, когда у нас делают УЗИ малого таза, гинекологию. УЗИсты-гинекологи, как я их называю, то есть с первым образованием гинеколога, потому что описание они правильно дают, такое, какое мы представляем, гинекологи. И они очень хорошо эти фибромы видят, и подозрения носирозные. То есть по яичникам там тоже можно очень быстро. Но я могу успокоить, рак яичников редко бывает. Рак шейки часто. Вот второе после рака молочной железы. Ведь это несложно раз в год это проходить. И вот отдельная тема щитовидной железы, которая тоже никогда не болит, никогда не болит. И сколько случаев было, когда мы пограничные опухоли и раки ставили по щитовидной железе. Знаете почему? Потому что я просто иногда некоторых уговаривала сделать УЗИ щитовидной железы. То есть если я знаю, что человек там, например, ему 50, 55, 60, он ни разу не сделал УЗИ щитовидки. Я говорю, ну знаете, давайте мы сделаем. Я уже, знаете, иду на то, что ну хотя бы раз в 3 года, ну сделайте УЗИ щитовидки. Знаете, вот так ты уговариваешь пациентов, в общем-то, кому надо, мне или им. И мы находим опухоль, которых их не беспокоит. Ну там рак щитовидной железы. И вот этих случаев не единичные. А Кировская область очень неблагополучна по раку щитовидной. И самое страшное, что раки-то щитовидной железы до 30 лет, ведь у нас очень многие. То есть он хорошо лечится, я ничего не говорю. Но ведь вот тоже не беспокоит ведь. В Кировской области неблагополучны по щитовидки из-за йода, да, у нас из-за того, что… И не только, я все-таки предполагаю, экологическая обстановка. Все-таки. И не только йод. Йод, да, вот, пожалуйста, тоже всем пациентам говорю, ребят, но вот если мы так живем с вами, я все время пью ламинарии. Можно ведь не просто йод пить, а вот, например, биологические усвоения лучше идет, например, йода, если ты ламинарии принимаешь. Там, кламин, он, пожалуйста, в аптеке продается. Можете через сайты заказывать, там, какие-то привозить за границы там ламинарии. Но пить каждый день, как я, вот каждый день я ламинарии пью. Ну, йодомарин еще пьют. И всякие такие йодсодержащие препараты. За то, чтобы... Натуральный. Да, потому что йод лучше усваиваться, понимаете? Вот как бы все равно биологически доступно он лучше усваиваться в ламинариях. Что касается лайфхаков, то тут вот очевидно совершенно несколько вещей. Ну, во-первых, конечно, сейчас огромный объем информации везде и всюду. В СМИ, в интернете в особенности, да, и на нас сваливается очень много чего. За все браться не нужно, а лучше с этим разбираться, конечно, с вашим врачом. Нужно приходить к врачу и с ним обсуждать все свои тревоги, все свои вопросы, задавать их максимальное количество. И уж если вам врач назначает исследование и обследование доводить, это дело до конца. Но действительно в жизни должны быть определенные правила. Это ежегодное обследование, это цифровые аппараты, это несколько мнений по описанию результатов исследования, что идеально, если есть подозрения, конечно. И особенно после 35 и 40 лет эти исследования усиливаются уже не раз там в 3 года, не раз в год. Увеличиваются в объеме. А раз практически в полгода. В объеме увеличиваются. Надо давать себе на это труд. Ну, раз в год, господи. Хотя бы раз в год. Спасибо большое. Это была программа «Слушайте доктора», вела ее Светлана Занько. А со мной разговаривала врач-мамолог, гинеколог, онколог, главный врач клиники Возрождения Гульнар Касимова. Клиника Возрождения находится в городе Кирове. Адреса Преображенская, 82-1 и Комсомольская, 63. Всем хорошего здоровья. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.